Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным местам Священного Писания. И сегодня мы рассмотрим такой вопрос. Почему сам Христос называл некоторых людей безумными и в то же время осуждал других за те же слова? Мы смотрим Евангелие от Матвея 23.17, когда сам Христос говорил книжникам и фарисеям «безумные и слепые». И в то же время Евангелие от Матвея 5.22, «Сын Божий учит, кто скажет на брата своего безумный, подлежит гиене огненной». Подобно и первоверховный апостол Павел, это его послание Галатам 3.1, здесь мы видим слова «онесмысленные», то есть лишенные мысли, ну по сути дела безумные, «онесмысленные Галаты». Вопрос достаточно сложный, и мы обратимся к точке зрения современных библеистов, экзегетов. Они предлагают такое решение. Есть веские причины существования двух различных по значению употреблений слова «безумный». Во-первых, это еще один пример, когда одно и то же слово используется в разных значениях. Например, слово «собака» может обозначать животного и вызывающего отвращение человека. Помните, когда царь Давид шел на единоборство с Голиафом, Давид обзывает его собакой. Во-вторых, в Матвея 5 глава этим словом называется «человек, который гневается на своего брата напрасно». Я имею в виду текст, а кто скажет «безумный» подлежит геене огненной. Вот в этом случае. Но тут речь идет о человеке, который напрасно так называется. То есть он как бы такого не заслужил. Ни Христос, ни апостол Павел не испытывали напрасного гнева к тем, кого они называли этим словом. Следовательно, их использование слова «безумный» не нарушает запрета Христа. В-третьих, формально Христос приказывал, чтобы только брата, смотрите, Матфея 5, 22, не называли безумным, но неверующего. Но неверующего. И мы все помним Псалом 13, первый стих, где и сказано, сказал «безумный в сердце своем нет Бога». Нет Бога. Это не напрасно, Псалом так свидетельствует о неверующих людях. И мы имеем пример из Евангелия, когда Христос сравнил женщину Хананьянку с кем? Он сказал «нельзя взять хлеб у детей и бросить псам, гуим». А эта женщина со смирением ответила «да, но и псы едят крохи, которые падают со столов их господ». Здесь имелось в виду, что псы – это язычники. Это была такая метафора устойчивая, как их называли ветхозаветные люди. Таким образом, нельзя напрасно называть человека этим словом «безумный» или каким-то другим плохим словом. Но если речь идет, например, о реальном физиологическом безумии, почему не произнести это слово? Поэтому внимательнее надо нам читать слова Христа и обращать внимание на все подробности. Когда он говорит, что нельзя называть напрасно, он не имеет в виду, что совсем нельзя никого называть этим словом. Тогда нам бы пришлось удалить 13-й псалом из псалтыри и другие места Библии, книг Ветхого и Нового Завета, где подобные слова используются. Друзья, берегите себя, подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. Продолжение следует...